Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Николаевич Иванов. Владимир Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Приветствую вас в нашей студии в новом 2018 году. И хочется, наверное, начать говорить с такой приятной новости. Видите, накануне в Чебоксары прилетел первый рейс по программе межрегиональной авиаперевозки. Расскажите об этой программе, насколько она будет действовать в Чувашии в 2018 году. На самом деле, в этом году возобновились рейсы в Уфу. Вчера как раз прилетел первый самолет, и первые пассажиры направились в столицу Башкирии. Это замечательная программа, поддержанная правительством Российской Федерации региональных перевозок. И за счет субсидирования билеты становятся подъемными. Безусловно, если бы не субсидирование, то стоимость билета была бы как минимум в три раза выше. Ну, вообще, насколько известно, есть информация, что в прошлом году Чебоксарский аэропорт чуть ли не рекорд поставил по обслуживанию пассажира в 2017 году 250 тысяч. Вот достаточно такая рекордная цифра. Как собирается аэропорт развиваться дальше? Будет ли побит рекорд? Аэропорт активно в прошлом году привлекал рейсы. Основные рейсы, которые были в прошлом году, они сохранятся. Сохранятся в летний период с конца апреля-начала мая рейсы в Сочи. Сохранятся рейсы в Симферополь. Также, как сейчас летают, два рейса летают в Москву. Причем рейсы в Москву заполняются на 70-90%. В зимние праздники, вот эти сейчас январские, заполняемость самолетов в Москву была практически на 95-100%. Когда стало летать несколько самолетов, цена, соответственно, упала. И во многих случаях сейчас цена полета на самолете дешевле, чем на всех других видах транспорта. Даже бывает дешевле, чем на автобусе. И скорость, и стоимость сыграли свою роль. И плюс, безусловно, качественный летный состав, авиационный парк тех компаний, которые к нам летают. Владимир Николаевич, несмотря на такие рекордные цифры, на такой отзыв пассажиров на предложение аэропорта, все-таки есть, остаются и претензии к ним, и место выдачи багажа, и зал ожидания не совсем комфортный. Что-то в этом направлении инвестор делает? – Безусловно, инвестор был привлечен в республику для того, чтобы была произведена реконструкция аэропорта. По договору реконструкция аэропорта должна быть произведена до 2021 года. По плану с 4 квартала этого года начнется реконструкция, вступит в работу второй этаж аэропорта. И у нас один этаж будет полностью предназначен для вылета пассажиров, а второй будет этаж предназначен для прилета пассажиров, для приема на прилет. И, соответственно, интенсивность полетов можно будет увеличить в связи с тем, что аэропорт одновременно сможет обслуживать гораздо больше пассажиров. – Ну, наверное, появятся и популярные ранее вылеты за границу, в Турцию, в Египет раньше, когда летали на курорты. – В Турцию уже подтверждены вылеты в Анталью, они, как и в прошлом году. Причем в прошлом году вылеты в Анталью были на 100% практически заполнены. И поэтому авиакомпания, которая этот рейс обслуживает, намеревается продолжить вылеты в этом году обязательно. – Ну и когда, наверное, наладятся регулярные авиаперевозки с Египтом, тоже будут какие-то рейсы. – Это, безусловно, как правило, рейсы осуществляют туристические компании. Наш арендатор готов принять любые рейсы. Причем, надо обратить внимание, у нас аэропорт международный, и мы можем принимать любые рейсы из любого конца мира. И в этом году, по всей видимости, будут прилетать пассажиры, команды, которые будут участвовать в чемпионате мира по футболу в наших соседних городах. – Ну да, это будет серьезное испытание, но, наверное, аэропорт выдержит. – Аэропорт готов, да. – Владимир Николаевич, есть еще одна такая важная, скажем так, часть вашей работы, кроме аэропорта, это состояние дорог. И в прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги» в Чебоксарской агломерации было отремонтировано рекордное количество дорог. В этом году какая сумма и какие трассы, какие дороги будут отремонтированы, уже вошли в программу, в план? – Безусловно, «Безопасные и качественные дороги» – это прорывной проект, проект президента Российской Федерации. И я думаю, что все жители города Чебоксарда, в целом Чебоксарской республики, ощутили масштаб проведенных работ. В этом году сумма, выделенная по этой программе, будет еще больше. Общая сумма будет 1,461,000,000. И если, допустим, из этой суммы в прошлом году была, из суммы выделенной на город Чебоксары было выделено где-то 730 миллионов рублей, в этом году уже понятны цифры, эта сумма около 800 миллионов рублей. И общий объем отремонтированных дорог Чебоксарской агломерации составит 140 километров. В прошлом году, я напомню, мы сделали 95 километров. Особый прорыв, конечно, будет не только в Чебоксарах по качеству дорог в Чебоксарском районе. Только на Чебоксарский район уделяется 250 миллионов рублей. И основная дорожная сеть Чебоксарского района будет приведена в нормативное состояние. Ну и, конечно, Чебоксарцы действительно заметили, я говорю про Чебоксарцев, потому что мы живем в Чебоксарах, мы сами видели, добирались до работы, вообще перемещались по городу. Очень много дорожной техники, очень много работ было на наших дорогах, изменились и остановочные карманы, да, и поворотные полосы были сделаны. Как осуществлялся контроль? Ведь за такой масштабной работой нужно следить, чтобы она была сделана качественно, вовремя, и не было претензий потом к работе на этих трассах. Контроль был многоуровневый. Во-первых, сам заказчик осуществлял контроль. Во-вторых, Росавтодор, который, по сути, выделяет нам деньги на безопасные и качественные дороги, осуществлял, благодаря региональным представительствам, контроль по всем объектам по безопасным и качественным дорогам. И было 2-3 случая, когда нашим подрядчикам приходилось переделывать работу, уже сделанную. Не совпадала необходимая уплотненность асфальта, плотность, либо по характеристикам влажности там не проходили дороги, либо по характеристикам ровности. И я так предполагаю, что, зная жесткие требования в целом к контролю за работой, наши подрядчики в этом году даже не пойдут на некачественную работу изначально. То есть вообще, на самом деле, дешевле делать качественно сразу, чем переделывать. Ну, то есть поняли уже, что нужно делать хорошо. Потому что не пройдет некачественная работа. Владимир Николаевич, хорошо. Чебоксарская агломерация обеспечена средствами, есть планы по ремонту и реконструкции дорог. А остальные дороги республики за счет чего будут ремонтироваться? И какая сумма? У нас формируется ежегодный дорожный фонд. Он формируется за счет акцизов, за счет транспортного налога. И общая сумма дорожного фонда в этом году составит 4,4 млрд. В прошлом году было чуть больше 5 млрд. Эти деньги пойдут на ремонт дорожной сети республиканской. Эти дороги пойдут на ремонт муниципальной дорожной сети и на строительство дорог в сельской местности. И республика очень активно участвует в федеральных проектах. Устойчивый развитие сельских территорий в этом году будет направлено 350 млн. рублей на строительство дорог до социально важных объектов в ряде сельских населенных пунктов. Это, как правило, дороги проходят вдоль всего села до какого-то, допустим, какой-то фермы, до овощебазы или до какого-то культурного центра. И, безусловно, жить в таких селах становится комфортно, удобно и практически с уровнем жизни, наверное, сравним с городским. Владимир Николаевич, Вы еще упоминали такую программу, программу «Стимул». Расскажите об этом. Программа «Стимул» тоже федеральная программа. Она рассчитана на поддержку регионов по возведению новых микрорайонов, по строительству нового жилья. И в этом году, вот если, допустим, по безопасным и качественным дорогам федеральный бюджет нам предоставляет 730 млн. рублей, то по программе «Стимул» мы получим дополнительно 550 млн. рублей на строительство 5 км дорог в городе Чебоксара. Это в Новом городе, это в 14-м микрорайоне и в микрорайоне Солнечный. И, безусловно, стоимость квартир в этих микрорайонах не будет увеличена на стоимость проведения дорожных работ. По той причине, что застройщики будут освобождены от обязанности строить дороги, инфраструктуру за свой счет. Спасибо большое, Владимир Николаевич, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо за приглашение большое. Спасибо. Спасибо за внимание. Я напомню, что сегодня о развитии дорог и аэропортов в Чувашии мы говорили с министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, Владимиром Ивановым. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok